Олеся Шахворостова управляет трамваем почти два года, но с транспортом связана практически всю жизнь. Много лет женщина работала кондуктором автобуса, а теперь гордо называет себя вагоновожатой. В сентябре прошлого года заняла второе место в рейтинге водителей края, а недавно вошла в десятку лучших по всей стране. Каждое упражнение выполняешь, там определенные баллы за каждый. Допустим, если это была теория, в билете пять вопросов за каждый вопрос, баллы начисляются, если хорошо ответил. ВДД также, 20 вопросов за каждый вопрос, свои баллы. Но проверяли на соревнованиях не только теоретические знания. Так, например, в ходе краевого конкурса Олеся поставила личный рекорд. Проехала по маршруту со стаканом воды в салоне, не пролив из него ни капли. Пассажиры, многие из которых ежедневно ездят в трамвае, также довольны качеством вождения. Насчет этого нормально. Не резко не тормозят, не трогаются. Так, нормально. Мне приходится три-четыре остановки ездить иногда, потому что приветливые сотрудники. Всероссийский этап конкурса, где Олеся заняла шестое место, проходил в Волгограде. И там, вспоминает женщины, испытания были еще интереснее. Вот, в Волгограде вот как раз и было вот это комфортное вождение, где нужно не уронить бабушку. Ее смастерили там местные умельцы, в шутку назвали Марфа Васильевна. И вот ее ставят в середине вагона, ну, на нее основание, соответственно, утяжеленное, чтобы она шибко-то не болталась. И вот едешь аккуратненько. Но аккуратно Олеся старается водить не только на испытаниях. С каждым днем она совершенствует навыки вагоновожата. И уже в следующем году планирует не просто занять призовое место, но и победить сначала на краевом конкурсе, а потом еще раз сразиться за звание лучших из лучших на российском. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком. Артем Гусельников, Александр Антропов.